знаете я вот вот вы вчера сказали да что надо что-то написать просто я вчера сидел работал с человеком там один граф здесь известны на севере у него дома непростая ситуация и я с ним пару часов работал там пытался что-то как бы свои какие-то ощущения чувства по отношению кровью любых как-то навести порядок своей голове вот я пока набросал план я еще ничего не написал только вот как бы такая беглая систематизация вот в принципе как бы в американской модели психологии есть приятная модель значит что надо разделять между being и doing быть и делать то есть мы смотрим на то что человек делает вот и часто мало обращаем внимание на то что с человеком какой человек вот еврейском учении как бы мы смотрим и на то что он сделал и каким он был и чему он учил то есть учение принципе как бы вот еврейское понимание талмитха хам насколько как бы я понимаю да то есть есть вот лево полушарное мышление право полушарное мышление вот то есть лево полушарное это когда ты сидишь и учишься вот учишь 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 вот ты собрал массу информации и часто она в голове не систематизирована право полушарное то когда ты видишь картину целиком так вот как бы мудрец это тот который и знает детали и видят картину целиком и может все это применить в жизни на практике вот пару вещей просто вот если вот дуин да то есть что что было им сделано это кашрут на гушкотив значит на хальхариди санэдрин общины бы на инох движение на инох по миру сам действительно невероятной трудоспособностью обладал день был расписан по минутам причем старался ничего не откладывать особо вот и он давал уроки торы на заводах и я помню урок в банке мизрахи в машаре когда он забегал на перемене на перерыве обеденном вот там несколько человек и он им давал давал урок вот ну вот несколько вещей может быть характерных для учения рово или чему он учил главное конечно это то что как бы бог говорит с нами через события жизни и соответственно вот даже бывало так что что произошло в мире и в израиле на неделе я узнавал из урока рово или в конце недели бывало и так потому что и он давал это не только как бы события а оценку с позиции торы и и соответственно прогноз куда это идет если если это можно как бы оценить позиции торы то то тора дает и как бы направление куда это движется вот рафио эль был очень есть очень позитивный человек то есть он оценивал все что происходит как как воплощение пророчества и соответственно вот вот оно где-то вот детали как как машиах детали прихода машиаха вот разглядеть детали одна из ну вот просто вот традиционные его вот мировоззренческие моменты вот его драж про минору которая на гербе государства израиль он говорит это замечательно то есть гербом гербом этой страны взята минора то есть деталь храма говорит только а что в ней отсутствует то есть чего нету на изображение горит нету главного нету огней нету света парит и как бы свет должны должны дать мы люди торы его гематрия что маша бен йосеф равно оценут ровыцках за храну левраха который не очень любил гематрии и и доверял им вот там за один вопрос по гематрии он меня просто поколотил по плечу но ровыцках иногда приводил гематрии рова йоэля и доверял гематриям рова йоэля рафиоэль при этом бы любил я помню он один раз на уроке принес говорит вот переиздали в маша рим коля тор гра гаона мебель на это значит переиздали без цензуры это много десятилетий религиозная цензура из учения гаона выбрасывала там несколько вещей варита сейчас вот издали без цензуры и как бы одна из ключевых вещей которые он тогда цитировал о том что гаон мебель на говорил что еврейское учение подобно миноре и у миноры есть ствол он говорит это тора и 7 ветвей которые исходят из ствола это 7 видов мудрости и гаон там на языке своего времени пытался систематизировать как-то 7 наук там у него была и математика инженерное дело и и медицина и грамматика и гаон говорил что бы народы мира пропитаются уважением к торе только тогда только после того как мы сможем вывести из торы вот эти вот 7 видов мудрости то есть показать мудрость народам по понятным им как бы вида мудрости тогда они и пропитаются уважением к торе из которой это выведено вот и это как бы вот для рава йоэля был некоторый как бы девиз то есть все что как бы приближает жизнь реальность людей которые наука общественная деятельность то есть вот это вот все этим надо надо заниматься один из его любимых драшей был почему в хануку зажигают маленькие огоньки они зажигают один большой костер костер же лучше видно почему зажигают маленькие огоньки горит чтобы научить тебя что нет понятия маленький человек что каждый человек если он захочет он может изменить мир морит мать и тягу в принципе там эту семью мало кто знал но их узнали все и навсегда вот благодаря тому что они сделали вот и его любимый пример конечно было про хану шнирер которая открыла первый байт яков первую школу семинар для девочек и еще один любимый водраж это говорит я долго думал это зачем после воскрешения из мертвых опять делать суд ведь душа умирая попадает на суд зачем делать после воскрешения мертвых повторный суд и рафиэль говорит это два разных суда две разных оценки парит когда душа попадает по завершении жизни в теле на небо бы она отвечает за себя что сделано что не сделано какие ошибки допущены какие возможности использованы отвечает только за себя за свои действия порядка когда будет воскрешение из мертвых то каждая душа будет оценена по другому критерию что ты сделал для приближения светлого будущего то есть как ты повлиял на на мир еще одна один важный урок который как-то мы получили от ровая или это когда уроки были наш мой лянове значит перед началом урока один из нас вслух возмущался тем что в тальпиете открыли первый некошерный магазин те кто помнят иммануэля вот доктор помнят понятно илья помнят значит и иммануэль возмущался возмущался вот куда все это катится рафиэль не реагировал потом иммануэль уже как бы обращается напрямую кровью или говорит ну рафиэль ну вот куда все это катится вот уже в святом городе в иерусалиме вот тальпиете открыли магазин некошерных продуктов и рафиэль абсолютно спокойно говорит злой хват ли меня это не интересует то есть это настолько был неожиданный ответ что вот просто все замерли вот он уже видят что мы все замерли обращаются к нам говорит понимаете у человека очень мало у человека очень мало сил можно их потратить на борьбу с тем что плохо а можно потратить на то что хорошо увеличить то что хорошо говорит я учу вас вкладывать силы то что останется жить после нашего поколения а не кошерные магазины говорит умрут вместе с этим поколение ну вот мету вот опять же подхода рава йоли да он мечтал о том чтобы в шмету израильские сельхозработники могли ездить по разным странам и учить в мир как как рационально поставить свое сельское хозяйство и они тем самым как бы и шмету будут соблюдать и вот и будут еще и вы учить мир свет для народов тут тут сразу все да был чувствителен к каждой аудитории которая его слушала много в его среди его учеников говорящих по-английски и в говорящих по-русски вот он даже пытался иногда какие-то слова учить вот когда он вставлял слова по-русски то это уносило еще большее непонимание потому что произношение было тяжелое и и неожиданно было слушать какое-то русское слово и и пользовался он тоже не не очень удобно вот был такая был такой вопрос с которым я когда-то обратился к рову исхаку а потом кровью или значит когда я к возвращается после 20 лет пребывания у лавана возвращается в эрес израиль то вы там есть ситуация что часть вещей переправлена там и маханаем да то есть маханаем что два вид 2 2 группы ангелов значит одна группа ангелов сопровождает до границы рс другая группа ангелов встречает на границе эрес израиль то есть всем известен этот комментарий там можно раш посмотреть вы понятно что ангелы которые тебя сопровождают это как бы связано с твоей судьбой вот и я спросил урава исха говорю право исхака как знать какие ангелы встретят тебя здесь в эрес израиль вот ну ровас как перевел это как бы в полушутку и так как бы постучал меня по плечу рафиоэль воспринял этот вопрос всерьез рафиоэль который ну никак не мистик вот то есть рационалист ромбомист рафиоэль говорят я не знаю какие ангелы встречают здесь говорит но я знаю что здесь каждый начинает с нуля вот и тут же как бы пошла ответная реакция от нас говорим но как же вот там раф шмулевич который приехал сюда с ешевай мир типа то есть он же не начал с надо говорит это для вас как бы раф шмулевич это это раф шмулевич говорит а я помню когда он приехал сюда вот с ним было несколько семей вот его никто не знал маша рим мы искали ритма и родители искали раскладушки чтобы и их вообще на чем-то положить варит она ритра вам шмулевич ему тем каким вы его знаете он говорит он стал здесь вот это как бы какие-то вещи которые вот первые вспомнились из из того чему рафиоэль нас учил вот как бы вот было бы хорошо если кто-то еще сейчас поделится чем-нибудь вот если можно я за общение 1991 год я стал ходить свечу двор вешал крабу из хаку который узнал раньше когда приезжал в хайп другом подводит подзывает меня пальцем говорит знаешь что идти на урок краба юли шварца который я не знал и на урок я пошел на урок с тех пор я был связан почти больше тридцати лет с я с я носил с собой это огромный записывающий аппарат в такую видеокамеру и все это записал у меня есть видеозаписи с тех пор с 92 года до того время как он стал появляться на ютюбе самостоятельно если бы кто-то мог использовать помещать я не знаю я любому готов предоставить на полное распоряжение это богатство это капитал это живые уроки это никакие сам фокусы и представления изображения живой урок как шоу я говорю рабицкак и рабьёль для меня это однозвучно звучит это большие люди последние которые оставались их больше уже нету большое счастье что рабицкак был наш русский а рабьёль был очень близок к нам русским очень близок очень близок не знаю почему как но он отдавал нам очень многое и он имел дело он имел дело со всеми с христианами с новыми иудеями с субботниками он не брезговал он с каждым сидел и с каждым пытался объяснить и направить его не нотации нотации он не читал просто рассказывал что как делается я помню как мы занимались с ним в ней ноах дети ноаха он этому посвятил ну не знаю может 10 может 12 часов составлял молитвенник отвечал на вопросы мы связывались в донецке был сейчас тот человек здесь живет в израиле поздравлял общину донецк то есть он он не был не брезгал ни с кем ни кем и любил получать информацию знания от любого человека то что ему нужно было то что рабу нужно было это качество и у него не было там рошвеншала или кто-нибудь одинаково рошвеншала и обыкновенный студент который он отдавал все что мог я благодарен рабу или за сообщение как он сказал и не менее благодарен михаилу за то вступление которое он посвятил доброй и светлой памяти все обращайтесь ко мне можете получить все эти уроки и пользуйтесь как угодно помещайте что можно делать я вопрос до какого дня будет шива там у него дома даем рови получается и и мрю и последний день до встают шива мне кажется белья был один из учеников которые тоже очень долго кровослах уходил да 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 я знал раба еще когда он нет не дома давал уроки в дворе ушла им очень трудно сейчас когда когда это только произошло понятие оценить масштабы масштабы нашего учителя я думаю со временем и благодаря тому что он много написал мне трудно назвать количество книг но по моему больше двухсот практически по всем сторонам еврейской жизни рафио шварц написал свой комментарий и это всегда очень живой комментарий что хотелось бы добавить к тому что уже сказано спасибо или вы многие вещи напомнили которые как бы сразу нам трудно но что-то может быть еще рафио шварц за сами был очень мужественным человеком а мужественным прямым а говорившим точно то что он думал не не искал никаких смягчающих вещей хотя в речи его их понятийном смысле был очень чистым человеком и очень бережно относился к любому о ком он говорил но о о событиях и предметах говорил очень прямо через него как бы проступала правда вот то чего мы не видели он видел шире и глубже чем многие 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 другие что еще рафио шварц отличался тем что он держал руку на пульсе событий многие учителя с которыми приходилось встречаться предпочитали анализировать прошлое и и были знатоками прошлом и хорошими комментаторами но мало кто отваживался мне трудно кого-то поставить рядом с равом георидом отваживался говорить о сегодняшних событиях причем говорить о них в свете торы это был действительно взгляд торы на то что происходит это росла и что еще я помню меня очень удивило одно его выражение сейчас не могу вспомнить по какому поводу но такое что то что делает всевышний реально превосходит любые человеческие планы и мечты самые дерзкие самые смелые а то что делает фактически всевышний это все как бы намного и намного превосходит всю человеческую смелость это 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 очень трудно понять мне например очень трудно и до сих пор понять но надо понимать что если Раф Шварц так говорил то то за этим стояло его видение реальности и это тоже нас учит тому что надо вспоминать многие его высказывания и попытаться их поглубже понять слава богу что осталось нам много книг и мы можем а через них снова возвращаться к общению с этим большим учителем что что еще важно отметить это относительно реальных действий человеческих Рафель уже вспомнил его пример он очень любил к нему возвращаться это ну конечно как образцы того что может сделать один человек и этот парадокс который только у Раф Шварца я выучил что человек одновременно это очень хрупкое слабое маленькое в этом огромном мире создание а вместе с тем человек может очень многом сделать если он если он предан тому и верит в то что он делает и и получает поддержку от Всевышнего вот это один из самых мощных уроков которые запомнил на всю жизнь что мы это с одной стороны слабо и мало а с другой стороны мы можем очень много это один из фактических уроков и что еще к этому можно вспомнить что когда мы приходили я в частности иногда приходил Краву делился какими-то планами вот хорошо вот это бы сделать и вот так это видится и так и Раф не раз говорил что ты должен делать не надеясь на других людей не ставя их так сказать устраивая их план этого проекта или там какого-то программы которые ты наметил делай только то что можешь сделать ты сам вот это очень четкий урок Рафаэль был очень отзывчив на события после ухода Равыска Зильбера он первым написал книгу Равзильбера он дал нам урок целый урок посвященный памяти Равыска и когда уходили праведные и большие учителя в Израиле Равс Шварц и давал уроки о них нам всегда и писал о них а да то есть то есть то есть он он отзывался на на главные события в жизни еврейского народа очень живо очень глубоко и и он видел каждого из больших мудрецов Израиля в свете всей вот нашей эпохи последней вот кстати маленькое такое замечание вспомнил слово эпоха я именно от Рава Шварца услышал такое численное обозначение эпохи что эпоха это 400 лет и вместе с тем и а поколение говорил Рав Шварц это 40 лет у него получалось что эпоха 10 поколений но мы иногда говорим поколение это 25 лет вот от Рав Шварца я услышал что поколение 40 лет а эпоха 400 и сейчас даже трудно навскидку вспомнить все все детали все акценты которые только от Рава Шварца можно было узнать и услышать он совершенно был неповторимый еврейский мыслитель очень смелый очень широкий и глубоко верующий вот такой глубины веры я только у двух людей встречал в этой жизни Рав Иска Зильберг за цель и Рафио Шварц спасибо спасибо Илья спасибо ты очень хорошо говорил и спасибо Илье огромное спасибо здорово можно можно на секунду вот со слов Ильи я вспомнил помните знаменитый мидраж идея раби Ишмаэля что четыре вида растений в суккот арбата им там значит соответственно значит это знание торы и добрые дела там вот так вот так получилось что в течение там двух дней на уроке Рава Иска прозвучал этот мидраж и как бы я услышал что лулав это тел то есть лулав это не только часть арбата миним из как бы веточек лулава еще и плетут кошель который связывает соответственно вопрос а что связывает еврейский народ так вот Раф Ицхак сказал что лулав это добрые дела а рафиоэль на своем уроке сказал что лулав это это знание торы значит я бросился перепроверять по мидражам кто из них прав кто нет вот значит оказалось что есть две версии этого мидража по одной версии лулав это знание торы по другой версии лулав это добрые дела вот так вот фактически вот раф Ицхак символизировал как бы то что то что связывает народ это добрые дела рафиоэль символизирует то что то что связывает наш народ это глубина мудрость тора то есть оба правы вот этот мидраж он подчеркивает личности двух этих великих и дорогих нам людей спасибо шарковых или шарковых замечательно еще небольшой эпизод наш сын был издан из Ешевы незаконно мирско что отражается до сих пор кстати с него было получено наказание за это он оказался среди тех которые так называемые уличные мальчишки религиозные которые оказались меньшими и открылась самая кредитная военная часть начинала открываться должно быть мне сказали что вот есть возможность такая туда я подошел и говорю что он думает это что мне думать ты меня возьми туда я не знаю ни с кем не говорил ничего не знаю я сам не был там он говорит а вот мы и возьмем и мы пошли и с тех пор он один из организаторов созидателей и поддерживающий духовно это соединение которое одно из лучших в армии собранной из уличных мальчишек бесплодных то есть то есть человек не не стал говорить плохо хорошо не давал научные объяснения говорит возьми меня отсюда и ушел так же в любой в любой вещи в ней ног мне предложили из Донецка там была организация в ней ног я еще повторяю по-моему Лещинский он сейчас здесь вот и они ничего не знали я сказал Юелю как бы что давай начнем давай начнем и стали делать все дуры и всякие вспомогательную литературу и он это сделал то есть он был человеком слова конечно но он был человеком дела и он не чуждался ничего я знаю ко мне приезжал когда-то один бывший субботник который хотел стать евреем из Германии очень хороший человек кто он ходил на уроки он идет я спросил у раба Юеля как мне относиться субботниками и все такое он говорит а что относиться ты его позови на урок я его позвал на уроки он его купил с ногами руками он стал его их рабином фактически не чуждался и таких и он ему сказал ты знаешь что ты хочешь стать евреем а я тебе говорю оставайся хорошим субботником это тоже мог сказать только ровнее вопреки всем понятиям да о чем говорить вы то не знаете я с этой же болезнью стал в другом состоянии когда он не мог говорить хрипел выхрипывал слова соединяя их на ходу буквы кто то говорит попей воды а он глотать не мог попить воды это значит ножом пройтись по пищевому понимаете в таком состоянии он приползал он приползал и он еще укрощал там те которые мешали тише сидеть и он давал уроки это невидимо это кому рассказать никто не поверит за за пару недель до это карантин внезапно ну как внезапно все ожидали конечно знали что это 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 паркинсон это еще злокачественная опухоль страшная но когда ему рассказали эпизод я рассказал что Рав Ицхак я нашел его был какой-то урок где-то какой-то урок в Москве вижу Рав Ицхак сидит на ступеньках я говорю раб что помочь он говорит нет не надо и стал ползти по ступенькам ползти наверх чтобы дать урок на глазах я хотел помочь он не дал он пополз когда я рассказал все были потрясены Рав Ицхак как бы он не сказал это ну и что так поступает появился человек то есть для него это не было какой-то героический поступок то что он приползал к нам последние слова которые выдавцы это каждое слово мне стоило минут часов жизни и мы все были свидетелями я думаю что если мы будем собираться не знаю как часто в память о праведнике это будет большая большая поддержка его души потому что мы для него были важны важным элементом важными людьми каждый из нас давайте не забудем это и тот кто сумеет организовать пусть будет и окончил шарковых на выводом важные слова вы сказали разговариваться вместе надо продолжать это такой сход у нас у нас был Рав Исхак Рав Немировский Рав Георгий Шварц последний магикан последний нет никто сравнимый с ним это были наши вчителя которые отдавали нам которые дали нам потому что каждый кто был на уроке Рава хоть бы раз на лице сияет есть какое-то сияние я сразу определяю когда собирается большая толпа видела кто общался с Рав Немировским общался был просто то же самое можно сказать про Рава Рава был сход знаете доктор еще раз повторяю еще раз у меня записи есть видеозаписи с 92 года все ну почти очень много уроков сотни я это кто хочет кто может помещать в youtube или что живые уроки или как то пользу пожалуйста обращайтесь ко мне каждый получит полное свое распоряжение потому что там нечего скрывать да или я помешал вы сказали про сияние я вспомнил про презентацию книги чтобы ты остался евреем что у меня был как вы помните трудный период жизни вот и Равыцхак меня спрашивает ты пойдешь на презентацию ты будешь на презентации а я честно не собирался идти потому что вот такое большое собрание как бы мне не очень было приятно я говорю я не знаю вот он взял конверт вот значит и написал мне как бы приглашение вот конверт с пригласительным написал там реб или ягу там вот я пошел когда был урок после после этой презентации Равыцхак меня спрашивает ну как тебе ты чувствовал шхену которая там была а там бэмэп была шхена то есть невероятное как бы тепло свет внутренний то что там происходило не важно что там говорили важно вот это вот ощущение шхены которая там была от Равыцхак ты чувствовал эту шхену это вот было знаете вот Лейлуйны Шама Рава Йоэля я вот сегодня утром Йоэль Бен Аарон Бен Аарон да вот как бы сегодня как бы хидашти маленькую галаху по по барахот значит я так интуитивно какое-то время уже вот если как бы я обычно ем без хлеба хлеб это только по субботам потому что надо вот а так и лаварех значит и как бы я начал стараться лаварех то есть саму браху сказать на те вещи которые сделала моя жена то есть сделаны руками жены а не купленные вещи то есть тот же самый шаколь можно сказать и на стакан чая который был сделан женой и там на какой-нибудь там эшер купленный в магазине вот я начал интуитивно как бы благословение вот на на то что сделала жена а вот сегодня утром я сообразил что ведь раньше когда икара сиуда то есть главной основой еды был хлеб то это был хлеб который пекла хозяйка хлеб который пекли дома и получается браха которую благословляли это не только благословляли бога но и благословляли еще ее которая это сделала вот то есть это браха она шла и и на дом вот сейчас получается мы кушаем еду приготовленную дома а благословляем на хлеб который куплен в магазине то есть браха как бы чуть-чуть уходит из из дома вот так вот я считаю что правильным то есть если когда как бы при условии все равно с чего тебе начать как бы на что лаварех лучше лаварех на на то что приготовлено руками близкого человека вот пусть это как бы галаха будет или на шама нашего учителя и очень хорошо очень правило я владимира я хотел задать вопрос потому что два вопроса по главе которая и мне кажется глава сложная но все главы сложные для меня тем более я уверен что хотите вы или нет хотите в ваших ответах проглучить голос рава йоли первый вопрос про буйного сына и там говорится описывается причиной почему что он обжора пьяница и так далее но не говорится что он идолопоклон казалось бы это важнее чем много есть там и второй вопрос по поводу ты вернешь не проходи мимо ты вернешь должен найти взять то что потеряно и вернешь брату своему а если он далеко или ты его не знаешь то есть есть брат твой которого ты не знаешь и и дальше у меня этот вопрос формулировался так что евреи должны как бы учить остальных мудростей плохо и постепенно эту позицию или этот закон что нужно возвращать найдено это явно не только еврейский сейчас закон хотя вполне вероятно раньше он был только еврейский а сейчас уже нет и поэтому должны ли евреи распространить вот в Торе прямо написано что брат которого ты не знаешь а не брат то есть вот как вы говорили про или субботники вот эти два вопроса ну могу попробовать начать отвечать вот я думаю что тут есть еще кому добавить значит значит бен сара румаре сына буйной значит во первых талмуд говорит о том что речь идет о ребенке то есть он еще не достиг возраста совершеннолетия бармитсвы то есть пока он еще ребенок теперь почему эти качества тут как бы важнее чем чем идолопоклонство значит то с точки зрения галахи ребенок до бармитсвы еще не хаяф не обязан вот поэтому как бы наказать можно того кто делает это сознательно это во первых во вторых у нас тора на ситуации когда аврам посылает или эзара за как бы за рифкой за женой для исхака вот то мы когда-то на уроках и рабоисх и обсуждали а почему не было не взять там ту же самую дочку элиэзера вот которая выросла фактически в доме монотеистов значит она явно верит единого бога почему не взять дочерей лота которые тоже в принципе были монотеистами почему надо было послать и вообще какая разница между если брать из дома идолопоклонников какая разница посылать в хоран или взять из местных канонеек то есть как бы взять из местных это пустить корни здесь это как бы закрепиться на этой земле с помощью брака а тут ты посылаешь ты приводишь человека как бы опять еще одного чужого и как бы логика одна из логик ответа здесь в том что есть характер то есть душевные настройки человека вот человека народа а как бы есть идеологические настройки так вот идеологические настройки можно менять то есть религию можно менять вот а вот более глубокая вещь это душевные настройки человека то есть Тора категорически запрещает браки с канониями почему потому что как бы нация которая была прогнившая вот именно на уровне душевных настроек поэтому неважно объясним что есть единый бог и жертвы приноси только в храме это будет только хилу-ля-шем поэтому легче взять человека который хороший хороший человек и неважно какой какой в данный момент идеологической как бы группе он принадлежит идеологической религиозной с ним можно разговаривать с ним можно найти басис мишутав общую платформу вот вот поэтому бен как бы ему еще далеко до каких-то идеологических вещей там единый бог или не единый а как бы то что он ворует у родителей деньги покупает на эти деньги мясо и вино и ест во дворе родителей вот это значит что из него как из человека ничего хорошего не получится вот поэтому как бы убить пока маленький там талмуд говорит шеемудх закай вылое мудхаяф то есть пока он еще не совершил серьезного какого-то преступления пусть умрет потому что явно с такими наклонностями он дойдет до серьезного преступления и тогда будет умершвлен по решению Санедрина по решению суда и то что вы второе то есть если есть кто что хочет дополнить к этому ответу это так просто направление мысли вот поэтому вот и и Рафио или и Равыц как могли говорить абсолютно с любым человеком вот и и дать этому человеку чуть-чуть света и и желание двигаться на этот свет а в нашей недельной главе как раз вот кроме того что возвращение потери есть еще замечательная вещь это вот когда упал под нож шей бык сейчас страница 12 сейчас я прочитаю эту вещь да не будет сейчас ой 12 это стих вот четвертый стих и не должен ты видеть осла твоего брата или быка упавших в пути устраниться от них поднять должен ты вместе с ним значит здесь каким ему как бы поднимая подними вместе с ним вот там соответственно как то вот урок который мы все тут присутствующие получили когда-то от Равысхак очень любил драж своего отца значит когда какая-то литовская ешива была на грани финансового краха то есть закрытия и как бы собрались крупные раввины и решать что делать с этой ешивой это еще было там время до революции вот и это встал тогда рав встал отец рава исхака и говорит смотрите написано каком таким ему поднимая подними с ним то есть вы все сейчас думали где найти того богатого человека который даст деньги чтобы как бы ешива выставил но поднимая подними с ним то есть если сам хозяин осла или быка не поднимает то на другом нет ответственности ему помочь паре давайте сначала посмотрим что мы своими силами как бы можем собрать то есть что мы можем дать вот и когда мы будем своими силами давать то бог пошлет того кто то добавит как бы к тому чтобы ешива уцелел вот и как бы это стало вот для меня как бы руководством к действию там много людей обращаются за помощью да 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 сегодня вас упоминали но и вот когда просят помощи да вот чаще всего человек просит как бы чтобы решили его проблему вместо него вот просто человек видит в этой как бы в том что он обратился за помощью видят как бы способы решения своей проблемы что он обратился а дальше кто-то решает его проблем вот вот тора учит что как бы он прежде всего несет ответственность за свою проблему и он должен ее решать когда он пытается решить и у него не хватает сил знания денег вот тогда ему надо помочь вот тогда на нас лежит заповедь вот и вопрос кто ближний вот значит тора у нас говорит вагав талара хакамоха возлюби ближнего своего как самого себя вот я когда-то делился наверное идеи я сделал психоанализ двух фраз фразы истории возлюби ближнего своего как самого себя и христианского высказывания возлюбите врагов ваших то есть как бы первое впечатление да что вот как бы христиане они более более гуманно они любят даже врагов вот а евреи вот они вот такие вот как бы эгоисты они любят только своих вот а психоанализ здесь такой значит возлюби ближнего а тора не указывает значит критерии ближнего мудрецы потом там что-то добавят на этот счет вот но ближний то есть я смотрю на человека и оцениваю насколько он мне ближний то есть я его оцениваю с позиции ближнего мне да он мне ближний да то да потом рамбом выстраивает там пирамиду уровни близости да там муд этим занимается еще до рамбом рамбом систематизирует когда человеку говорят возлюби врагов своих то человек первый шаг что надо сделать это сначала надо найти себе врага чтобы выполнить эту заповедь то есть сначала найди себе врага потом уже его возлюби вот это то что мы видим до сих пор и в новостях христианского мира два славянских народа значит ненавидят друг друга вот то есть первый уровень они выполнили врага они себя нашли вот а вот второй уровень чтобы возлюбить врага до этого за всю историю христианства дошли лишь единицы и так вот получается что подход торы вот он приучает человека к тому что в принципе у меня все ближние все человечество это мои ближние просто в зависимости от принадлежности к народу мировоззрению там территориальная близость у меня есть градации то есть если у меня неограниченные возможности я помогу всем вот если у меня ограниченные мне приходится выбирать кто ближе чуть-чуть кто чуть-чуть дальше вот поэтому но изначально как бы для нас все ближние все спасибо доктор дополните что-нибудь Илья все закрыты никого не слышно простите у меня оказался выключен микрофон а этого не увидел или спасибо за замечательный комментарий попробую может быть еще что-то дополнить потому что вопрос позвучал у владимира что вот как бы нет вот такого уровня нарушения как один из смертных грехов и долпоклонств и так далее и тем не менее даже если подходить чисто формально то мы видим что такой 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 сын обжоры пьяница он вплотную подходит к этому нарушению идолопоклонства каким образом смотрите что он явно нарушает даже если взять просто 10 заповедей значит там ведь подчеркнут что не только обжоры пьяницы он не слушает родителей и сказано что если родители пытались его урезонить и воспитать и не получилось и только после этого они решаются пойти в суд с ним вот то значит что он нарушает пятую заповедь совершенно четко отчетливо об этом прямо говорит дальше дальше он нарушает и седьмой заповедь не укради совершенно явно очевидно или об этом тоже сказал дальше он нарушает десятую заповедь не возжелай не возжелай чужого если он без разрешения крадет у своих то он и нарушает это что же в основе таких действий в основе таких действий можно предположить что лежит совершенно откровенный отъявленный эгоцентризм то есть такой такой юноша такой молодой человек ничего кроме своих желаний не не видит и не желает видеть а если угодно то это вид идолопоклонства то есть такой человек ничего ничему не поклоняется кроме своих собственных вот таких вот желаний неумеренных не полезных даже ему самому то есть смотрите это на грани поклонения чему то что совсем далеко от 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 всевышнего что он таким образом подходит к этой этой грани идолопоклонства внутри себя то есть мы видим человека потенциального полностью безбожного который готов нарушить любые законы поэтому он опасен и для общества таким он столько нарушает он абсолютно беззаконен и поэтому вот такое решение что еще стоит по этому поводу сказать что то ровидска пишет в своих комментариях что в истории не было случая когда такая казнь осуществлялась и объясняет по столько причин столько условий значит стояло на на пути исполнения этого этого закона что ни разу этого не было но что почему все таки тора приводит закон потому что каждый еврейский ребенок который учится в хедере и решили который изучает законы торы он он это видит и он даже если у него внутри есть такие опознавения он может устрашиться вот вот это предупреждение вот это функция миссии торы предупредить даже потенциальные такие опасности вот она здесь явно присутствует а что касается второго вопроса но или исчерпывающий ответил если что можно только добавить опять вспоминаю нашего ушедшего учителя рафиоли шварца что для него а границ ближнего ну как я это видел не существовало для него весь мир на самом деле он этим сильно отличался многих и многих учителей он был открыт всему миру и весь мир он понимал и принимал и он видел еврейский народ живущим среди других народов и он он видел наше взаимодействие даже он он как бы приветствовал если мы выходим и пытаемся взаимодействовать и видел фидбэк обратную связь что если мы смело выходим на контакты с другими народами это вернется снова к израилю еврейскому народу добром вот это рафиоли тоже и вот это вот границы между ближним и ближним и дальним они как раз для рафиоли мне кажется были своеобразными очень он сильно отличался от многих и многих в этом спасибо за внимание спасибо илья можно еще слово добавлю я вот второй день плачу вот и как бы и вот сейчас когда слушал илью я сообразил что вот опять же у нас мы говорим про рава йоэля мы тут же вспоминаем рава ицхака потому что это две души которые для нас в принципе одинаково родные так вот вот я помню рава ицхаку вот было такое чувство очень сильное чувство что мы осиротели что со своими проблемами тебе нету сейчас куда идти кому идти кто тебя выслушает и и поддержат вот и я тогда очень сильно почувствовал что на самом деле мы плачем не о нем а плачем о себе потому что каким он был в последнее время как его сердце не тянуло просто не тянуло вот и как мы своими молитвами его возвращали на этот свет как рафиэль мучился с с этой болезнью вот мы молились и за него и фактически за себя чтобы чтобы он у нас был чтобы нам было кому позвонить чтобы нам было кому прийти вот то есть все равно часть какая-то частичка большая наверное часть эгоизма была в наших молитвах вот хотя конечно и искренне хотели чтобы ему было легче и каждый день конечно молились вот в твоих это правда или все правда или все правда все правда мы говорим наше сердце говорит это чувствуется надо писать надо писать когда ушел Рам Ицхак то я думал кто напишет про него то что было между нами между учениками вот такое нашел одну книжку с небольшой отрывки и сказала что вот нет никто не не пишет про него он говорит а ты пиши я говорю что я кто я такой или Люксембург может написать кто я такой а он говорит еще вот ты пиши и эта книга кстати я редактировал далее наша эта книга осталась пока в принципе единственная где неформальная неофициальная Рава Йоэль нужно писать я на файл в фейсбуке поместил у меня было в моей книге о Раве Ицхаке есть перевод книги или статьи Рава Йоэля на русский язык и там предусловие это предусловие я сегодня поместил на файсбуке уже есть я вижу отзывы есть и реакции надо это богатство надо писать и не надо считать кто ты и что ты поэт или там писатель или что каждый должен написать написанное остается написанным а потом просто не можешь писать то что я писал написал пять книг я благодарю Бога за подарок который мне больше всего нужен сейчас не помнится многое не пишется совершенно пока мы живы пока мы дышим дышим памятью и о Раве надо писать о Раве когда я говорю Раве это Раве Ицхаке как все это понимают и о Раве Ицхаке надо писать не надо считаться что кто ты и что ты что есть умнее есть более знаменитые более значимые это не так каждый должен свою душу чтобы были в добрый час пишите о наших учителях дорогих оставивших нах современно но ведь это не так я не знаю как с Равом Йойлем а с Равом Ицхаком он же не оставил нас не оставил каждый который задумывает что-то делать думает а что бы сказал а как бы сделать а что бы подсказал и за него говорим воспоминания пишите еще раз повторяю у меня есть документы у меня есть живые уроки Рава Иоина живые уроки с 92 года представьте себе что это значит и каждый может иметь их все какие угодно для общепользования лежат у меня у меня со ста двадцати до жизни с удовольствием но ведь тоже предел когда я уйду все это пропадет пропадом останется на компьютере который знает по-русски только моя жена и все обращаясь с просьбой давайте используем да да надо писать надо писать я написал фейсбук вчера чуть-чуть оравьё или поставил фотографию я комментарии читал ты мой да да я видел и там я хотел сказать что уже там четыреста человек четыреста лайков только у меня и сто человек это перепастили поставили у себя и то есть уже где-то порядка пятисот или более человек написали барух даяна и мэтт и всякие другие которые знали некоторые воспоминания тоже очень интересные короткие так что только молодец ты единственная девушка я был у него в больнице тоже в адасе когда он болел недолго и а он не мог говорить но он меня узнал был очень рады я не мог там долго сидеть потому что там там сидел ров ров как раз это батальон на на цехе иуда около него и поэтому я когда он был пять на ночь чтобы идти посидеть у него и Рябнохам Куров тоже написал о нем в комментариях к этому посту как он был как он у него сидел два часа уже два дня назад когда он был Шар и Цедак и Раф почти не мог говорить но он хотел прочесть Барри нет он не не минуты я люблю я постараюсь в это воскресенье то есть я бэйт мидраж свой в это воскресенье посвящу памятера Вайоле вот ну и поделюсь там и своими воспоминаниями или ты запиши то что ты говоришь то что ты сегодня говорил это очень ценно и то что будешь говорить это очень ценно запиши это а запиши это на магнитофон а потом чтобы потом из этого что-то сделать написать это на бумаге я это проговорю и больше в воскресенье на бэйт мидраше и постараюсь сесть написать тоже добрый час с участников большое спасибо шаббас шалом сегодня молиться не мог все время был старом габаем 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 несколько лет давно все помнили когда раб я пришел к своему сыну к габаем я попросил чтобы он дал урок у меня дома он пришел дал урок дома собрался полный дом набился людей полный дом просто стоять негде было там уже в коридоре стояли я говорю смотри как люди хотят а ты откроешь по-русски с этого момента у нас открылась группа на русском языке граф Гольденберг Диховной Браха Исхах возглавлял тогда эта группа была где были Пороша Чавуа Таилим для детей и это продолжалось долго долго пока не наступила эра как это вирус коронавирус он был человек дела он говорит возьми меня пошли в полк открой это я говорю кто я ж такой а ты открой кто ты считался каждый человек это все давал это ощущать другому в моем случае он 3-4 раза в жизни перевернул в жизни шаббат шалом доброй памяти нашего учителя чтобы он оставался с нами шаббат шалом давайте только дадим слово Абнеру у него есть какая-то замечательная гематрия в Илюми Шама рабам абнеру слушаю слушаю проявись слава слава Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Shabbat Shalom Shabbat Shabbat Shalom Shabbat Shalom Shabbat Shalom